Мы должны понимать то, что в каждой стране, в каждой стране есть своя изюминка макама. То есть основа макама одна. То есть макама это не просто так, уважаемые братья и сестры, вот кто-то услышал, а мне нравится как Мишар Раши читает, я хочу как он читать. И начинает по своему пробовать, да, он хорошо делает ему таклит, делает ему таклит, то есть полностью его копирует. Но однако он должен понимать, у макама, шейх Мишар Аль-Афаси читает макама, мне хавант. Кто-то говорит, мне нравится как читает шейх Абдурхман Сулейс. И кто-то похожий читает, как Абдурхман Сулейс и говорит, он читает чтением Сулейса. Нет, он читает макам Раст, макам Раст. То есть у макама также есть основы, также есть тарика Таалюма, то есть как именно изучать этот макам. Разногласия даже среди ученых макамата, то есть этой науки есть между собой. То есть и у каждой страны она, так скажем, своя такая изюминка в том или ином макаме. Основа одна, но есть некое такое ада, то есть именно как они его читают. Например, школы в Ираке, у них своя басма, своя изюминка. Хиджаз там в Мекке, Медине они по-своему читают. В Египте своя школа, в Шаме своя школа. Например, как египетские часы, как шейх Абдул-Басид, Абдул-Самад. Ты видишь, они отличаются, их чтение, от часов, например, как в Мекке, в Медине. Например, в Египте читают... Так это чтение называется хафалат. То есть читают на неких таких праздниках, когда собираются мусульмане, когда собираются люди. И все читают так, собираются, слушают. Но это чтение не подходит в намазе. А мы именно будем разбирать эти макамы Тиляут и Хадр. То есть именно быстрым чтением, чтобы было подходящее для чтения во время молитвы, во время намаза. Во-первых, давайте возьмем с вами и подумаем, была ли такая наука макамат во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и салям, или нет. Это первое. Само слово макамат, не было, само слово науки макам, не было во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и саллаллаху алейхи. Так же, как и другие науки. Таджвит, фикх, мусталлаху алейхи, усуль фикх. Не было этого, был Куран и Сунна. Но потом, со временем, ученые дали название наукам фикх. Это что, фахм, это понимание, понимание религии, там, мусталлаху аль-хадис, она отвечает за цепочку передатчиков хадисы. Усуль фикх, правила фикха, таджвит, то, что выбрали именно правила чтения священного Курана. Так же макам. Не было названия, но, однако, однако эта наука существовала во время пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи и салям. Далей на это то, что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Лайся минна, ман лам я таганна бил Куран». «Не из нас тот, кто не читает Куран на распев», сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и салям. И была такая кабеля, такой клан, «Аль-Аш'ариюн», из этого клана Абу-Муса, «Аль-Аш'ари». Знаете, когда пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, возвращался с битвы со своими сахабами, каждый клан шел своим джамаатом, возвращался в своем кругу, в своем тейпе, в свою кабель. При Бану Хузаа, Бану Та'киф, Курайшиун, Аш'ариун. Каждый шли со своим джамаатом. И пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Ночью невозможно было увидеть, где кабель Аль-Аш'ариун, где Хузааа, где Бану Бакр, где Курайши». Но пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Инни ла а'на муады аль-Аш'ариин бихусни асватихим». Я знаю, где находится кабеля Аш'ариун, где находится клан Аш'ариин, через их красивые голоса. Они очень красиво читали Кур'ан. И Абу Муса Аль-Аш'ари, который из этой кабели являлся, читал Кур'ан. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сзади подошел и начал слушать. И тогда пророк, саллаллаху алейхи и салям, сказал ему, когда он повернулся и увидел, то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и салям, его слушает. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Утитам измаран мин мазамири али Дауд». «Тебе дан голос, подобный горну, который был во время Дауда алейхи и салям». То есть красивый голос, на что он сказал Абу Муса Аль-Аш'ари, «Я, Расулу Аллах, ла кунту адри аннака тастамиу илейя, лахабартуху лака тахвира». «О, посланник Аллаха, если бы я знал, что ты меня слушаешь, я бы тебе еще красивее бы прочитал этот Кур'ан». Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи и салям, любил слушать Кур'ан. Любил слушать Кур'ан от профессионалов часов Кур'ана. Например, как сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, «То, кто хочет послушать Кур'ан в том виде, как он неспослан, пусть слушает чтение Ибн Маса'уды». И в один момент сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, про Ибн Маса'уду, «Икра алейхи, прочитай мне Кур'ан». На что он ответил, «Я, Расулу Аллаха, а акра алейка и алейка унзиль». «О посланник Аллаха, я буду тебе читать в тот момент, когда он тебе неспослан Кур'ан». На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, ответил, «Инни ухибб ан астамия мин гайри». «Я люблю слушать Кур'ан от кого-то помимо меня». И прочитал суру «Аль-Ниса», дошел до аята, где Всевышний, субхану алейкум, сказал, «Как будет в тот день, когда из каждой общины мы приведем свидетелей, и ты будешь, Мухаммад, свидетелем по отношению к ним?» Тогда заплакал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, и сказал, «Хастбук, достаточно». «Убейбин и Кааб», мало кто его знает. Многие из нас знают, кто такой Абу-Бакр, кто такой Умар, Утман, Али, Тальха, Зубейр. Однако Убей, кто такой Убей? Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Сахабам всем». Он сказал, «Наилучший читатель Кур'ана из вас, Убейр». И подошел пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, к Убейбин и Каабу, и сказал, «Я Убейр, инна Аллаха амарани, ан акра алейка сурата Альбайина». «О Убейр, поистине Аллах, субхану а тааля, мне приказал тебе прочитать сурату Альбайина, чтобы ты меня проверил». И тогда Убейр, саллаллаху алейхи и салям, спросил, «Я, Расул Аллах, ассаммани лак, о посланник Аллаха, а Аллах, субхану а тааля, упомянул мое имя тебе». То есть, среди ангелов Аллах, субхану а тааля, сказал, «Убей». То есть, обратите внимание, Аллах, субхану а тааля, не назвал Абу Бакра, ни Умара, ни Утмана. Убей, почему? Потому что он был лучшим читатом Кур'ана. Поэтому пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, через эту книгу, через Кур'ан, «Я рафау Аллаху акуан, Аллах поднимает народы, а другие опускают». Убей, ибн Ка'аб. На что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, сказал, «Да, я убей». Аллах твое имя назвал среди ангелов. И он сильно разорвался, расплакался от радости. Поэтому, уважаемые братья и сестры, эти уроки по макаматам, это как хидма ли китабы Аллахи, аззава жаль. Это мы слуги Аллаха, субхану а тааля, мы его рабы. И это некое такое, так скажем, то, что поможет нам в изучении Кур'ана. То, чтобы Кур'ан приблизить к нашим сердцам. Ведь сказал пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи и салям, «Ман ахабба калам Аллаха, ахаббаху Аллаха». То, кто полюбил слова Аллаха, Аллах, субхану а таалей, его полюбит. А чтобы еще более полюбить слова Аллаха, более полюбить Кур'ан, мы должны его читать нараспев красиво. Мы его должны читать нараспев красиво. И даже на сегодняшний день есть такая наука, «Тафсиры Кур'ана бин Макам», когда делается тафсир, пояснение, разъяснение Кур'ану голосом. Я вам приведу пример. Например, проповедник проводит хутбу и говорит о рае. Как он будет говорить? Каким голосом? Какой интонацией? Грустно или с радостью? Конечно, с радостью. «Ваши братья, сестры, верующие, Аллах, субхану а таалей, есть рай. Аллаху готовил рай для богобоязненных, для тех, кто поклоняется Аллаху. Спешите туда». Не будет же он говорить, «В Аллаху есть рай, нужно попасть в рай». Нет, он будет с радостью говорить. Также об аде, о наказании. Он будет остерегать с интонацией, дабы люди остерегались наказания Аллаха, с грустью. У Аллаха есть ад. Аллах наказывает. Аллах, с серьезностью, Аллах, субхану а таалей, наказывает. Вот здесь Аллах, тоже так же и в Куране. Когда мы читаем Куран, мы должны его читать с интонацией. И вот эти макаматы, которые собрали ученые, они помогают нам правильно читать Куран, дабы этот Куран заходил в наши сердца. Ведь Аллах, субхану а таалей, сказал в Куране, «Афа ла я тадаббаруна л Куран, ам а ла кулубин а кафалуха». Неужто люди не размышляют над Кураном? Или на их сердцах замки? В другом аяте, субхану а таалей, сказал, «Афа ла я тадаббаруна л Куран, ва лау кана мин айади гайри ла хи ла ёджаду фи их тиласа кафира». Неужто они не размышляют над Кураном? Если бы Куран был бы от кого-то помимо Аллаха, то бы люди нашли бы в нем много противоречий. Этот thrill не является кренбарной л Кураном?